Когда вода всемирного потока И чудаки, еще такие есть Вдыхают полной грудью эту смесь И ни наград не ждут, ни наказания И думая, что дышат просто так Они внезапно попадают в дар Такого же неровного дыхания Я поля влюбленным постелю Пусть поют во сне и наяву Я дышу, и значит, я люблю Я люблю, и значит, я живу И много будет странствий с Китани Страна любви великая страна И с рыцарей своих для испытаний Все больше станет спрашивать она Потребует разлук и расстояния Лишит покоя, отдыха и сна Но вспять безумцев не поворотить Они уже согласны заплатить Любой ценой и жизнью брезгнули Чтобы не дать порвать, чтоб сохранить Волшебную невидимую нить Которую между ними протянули Свежий ветер избранных пьянил С ног би возбивал Из мертвых возгрешал Потому что если не любил Значит, и не жил, и не дышал Но многих захлебнувшихся любовью Не докричишься, сколько не зови Им счет ведут молва и пустолбствовья Но этот счет замешан на крови А мы поставим свечи в изголовье Погибших от невиданной любви И душам их дано бродить в цветах Их голосам дано сливаться в так И вечность убежать от невиданной любви Добрый вечер, уважаемые дамы и господа Позвольте представиться Актрисы театра и кино Заслуженная артистка России Любовь Черкова И заслуженный артист России Артист Московского театра на Таганке Валерий Черняев В театр на Таганке я поступил в начале 75-го года И я поступил в когорту таких молодых, но известных артистов Я сейчас хочу сказать Вот здесь свободные места есть Здесь еще Проходите, пока я разговариваю Можете спокойно идти и не помешаете никому В 75-м году поступил в когорту таких известных молодых артистов Ну я из-за Владимира Высоцкого туда и поступал И хотел И гитару взял из-за Владимира Высоцкого И стал петь его сначала песни Потом стал и другие песни петь Так вот я что хочу сказать Я поступил в театр, в котором работали такие Как Владимир Высоцкий Валерий Золотухин Борис Хмельницкий Леонид Филатов Вениамин Смехов Семен Фарада Иван Дыхович И многие другие актеры Иван Бортник И так далее, и так далее Я назвал только мужчин И я потом расскажу Что я чувствовал И как я себя вел В этом театре В этом коллективе Я еще раз повторяю Я взял гитару из-за Владимира Высоцкого На всех концертах При жизни Владимира Высоцкого 75-го по 80-й Я пел его песни Я как бы с его разрешения Потому что в спектаклях я участвовал Вместо него выходил в таких спектаклях Как Павшие живые Антимерры 10 дней, которые потрясли мир И даже в спектакле В спектакле Пугачев По поэме Сергея Есенина В роли Хлопуши Это одна из лучших ролей Владимира Высоцкого За которую он получил В свое время Премию Ленинского комсомола Города Москвы Больше он премий При жизни не получал Только была Посмертная Государственная премия За роль Жеглова Ну все И вот Когда его не стало А, да Я хочу сказать Что мне так повезло Когда я пришел в театр И меня Некуда было деть А в это время Ушел из театра Ведущий актер Анатолий Васильев Учиться во ВГИК Кинорежиссера И меня временно Посадили в гримерную Где сидели Владимир Высоцкий Я опять буду Перечислять те же Леонид Филатов Венемин Смехов Борис Смельницкий И Виталий Шаповалов И так далее Юрий Смирнов Рамзес Джабраилов Сева Соболев Все они потом стали Народными артистами России И я вот когда попал В эту когорту людей Я стал Я все время стал Приходить Даже если Я не был занят В спектакле Я приходил Я просто наслаждался Общением Этих людей Между собой Я потом Может быть Что-то еще расскажу И вот когда Я не стал Владимир Семенович Для меня это был И остается Ну человек Который Не знаю Говорят Не создавай себе кумира Я и не создаю себе кумира Потому что Тогда Можно остановиться А ну Человек С которого я беру пример Вот так будем говорить И в творчестве тоже Вот что-то имело в виду Я не понял Ну ладно Ага Значит И Мы сразу Когда его не стало Мы сразу задумали А что-то такое сделать Какой-нибудь такой спектакль Концерт Взять гитару Петь песни Владимира Высоцкого А ему же не разрешили Так при жизни Ни одного официального концерта Ни одного Он все время выступал Можно сказать Подпольно И Мы решили сделать Какой-то такой официальный концерт Мы Думали как Петь гитару Взять гитару И петь без Песни Высоцкого Никто лучше его не исполнить Если взять И читать стихи Это будет не Высоцкий И вот вышла книга Марины Влади Владимир Или прерванный полет Мы ее залпом Прочитали Обратились к другу Владимира Высоцкого И вы наверное знаете В 1976 году Ходила в театре на Даганке Анкета Где было Множество вопросов Кто ваш друг И так далее Так вот на вопрос Кто ваш друг Владимир Высоцкий написал Валерий Золотухин Мы к нему Обратились Он нам помог Отобрать Лучшие страницы Правдивые страницы Из этой книги Как выяснилось Там немножко Есть преувеличение В некоторой степени Но это и не дневник Это книга Все таки Ну ладно Так вот И мы по этой книге Сделали спектакль С которым мы объездили Всю нашу необъятную страну Мы побывали много раз В Америке Я не считаю сколько раз В Израиле Мы побывали в Швеции Чехословакии Где мы только не были Во Франции дважды По приглашению самой Марины Влади И вот сегодня На ваш суд Но только я хочу Сразу предупредить Я вас хочу успокоить Мы не играем Владимира Высоцкого Мы не играем Марину Влади Мы рассказываем Историю любви Наших Замечательных Современников Марину Влади Однажды попросили Рассказать О ее личной жизни Она сказала Да У меня было Несколько мужей Но от всех Я уходила сама Единственная От которого я Пожалуй Никогда не ушла Был Владимир Высоцкий Еще однажды Марину спросили Марина Вы всемирно известная актриса Живете во Франции В Париже Но неужели вы Не могли найти себе Там Мужа На что она ответила Там Шарман А здесь Мужик Вот с этого Мы и начнем Наш спектакль Я Владимир Высоцкий Под ваши аплодисменты Музыка 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 Да и еще много, много-много раз В сон мне желтые огни И хриплю боснея Повремени, повремени Утро мудренее Но и утром все не так Нет того веселья Или куришь натощак Или пьешь с похмельем Я бодрствую, но вещи сон мне снится Пилю или пью, надеюсь, что усну Не привыкать глотать мне горькую слюну Организации, инстанции, лица Мне объявили явную войну За то, что я нарушил тишину За то, что я хриплю на всю страну Чтоб доказать, я в колесе не спится За то, что мне не имется и не спится За то, что в передачах за граница Передает мою блатную старину Считая своим долгом извиниться мы сами Без согласия, ну и ну За что еще? Быть может, за жену Что, мол, не мог на нашей подданной жениться Что, мол, прямо лезу в кап страну И очень не хочу идти ко дну Что песню написал и не одну Что мы когда-то били фрица Про рядового, что надо отвалиться А сам ни сном, ни духом про войну Кричат, что я у них украл луну И что-нибудь еще украсть не примену И небылицу догоняет небылица Не спится мне Но как же мне не спится Нет, не сопьюсь Я руку протяну И завещание крестом перечеркну И в пояс не забуду поклониться Всем тем, кто написал Чтоб я не смел ложиться Пусть чаша горькая Я их не обману В кабаках зеленый штоф Белые салфетки Рай для нищих И шутов Мне ж, как птицы в клетке В церкви смрад и полумрак Дьяки курят ладан Мне ты в церкви Все не так Все не так Как надо Если где-то в чужой незнакомой ночи Ты споткнулся И бродишь по краю Не тарись Не молчи До меня Да кричи Я твой голос услышу Узнаю Если с пули в груди Ты лежишь в спелы ржи Потерпи Я спешу И усталости Ноги не чуют Мы вернемся туда Где воздух и травы Врачуют Только ты не умри Только кровь удержи Если ж конь под тобой Ты дамчи Да скачи Конь дорогу отыщет Буланный В те края Где всегда Бьют живые ключи И они Исцелят твои раны Где же ты В заперти Или в долгом пути На развилках каких Перепутиях И перекрестках Может быть ты устал Приуныл Заблудился В трех соснах И не можешь Обратно дорогу найти Здесь Такой чистоты Из-под снега ручьи Не найдешь Не придумаешь Крашая Здесь цветы И кусты И деревья И чьи Стоит нам захотеть Будут наши Если трудно идти По колено в грязи Да по острым камням Босиком По воде постуденной Постаревшей Обветренной Дымной Огнем опаленной Хоть какой Доберись Добреди Доползи Я тогда по полю Вдоль реки Света тьма Нет Бога В чистом поле Васильки И дальняя дорога Вдоль дороги Лес густой С бабами И леками А в конце Дороги Лесной Плаком С топорами А писать в нескольких строках Сложную личность Владимира Высоцкого Невозможно И что касается меня Хотя я и написал о нем По меньшей мере 250 страниц До конца А замысла моего Еще далеко Мне кажется Я только Начинаю Своё свидетельство О Володе В самом деле Как рассказать О тысяче Граней этого человека Да это все равно Что составить Нудный перечень Положительных качеств И недостатков А если кто и был Совсем не нудным человеком Так это он И кроме того У него Многие недостатки Были одновременно Его достоинствами Его такого артиста Который успешно брался За все Темперамент Избыточный Для простого актера Являлся Необходимым Для певца-исполнителя А взрывы его В повседневной жизни Были спровоцированы А может быть вскормлены Гением Поэта Его невероятная энергия Утомляла многих Но она же Она же позволила ему В течение Столь краткой жизни Создать Свыше семисот Поэтических произведений Да В будущем Специалисты станут Рассуждать О высотском поэте О высотском композиторе О высотском трагике И о безвременно ушедшем Из жизни Высотском Общественном человеке Во всем тем Кто хочет знать Кем же был Володя Я позволю себе Дать скромный совет Пусть они возьмут В руки Все его сочинения И погрузятся В это чтение Тогда они будут Знать о нем Все Марина Влади 21 ноября 1986 года Ах раз Да еще раз Да еще много Много-много раз Где-то кони Пляшут в такт Не хотят И плавно Вдоль дороги Все не так А в конце Подавно И ни церковь Ни кабак Ничего Ни свято Нет, ребята Все не так Все не так Ребята Ох раз Да еще раз Да еще много Много-много-много раз Когда я отпою И отыграю Чем кончу я На чем Не угадать Но лишь одно Наверняка я знаю Мне будет не хотеться Умирать Посажен на летую Цепь почета И звенья славы Мне не по зубам Эй, кто стучит В дубовые ворота Костяшками Пакованным скобам Ответа нет Но там стоят Я знаю Кому не так страшны Цепные псы И вот над изгородью Замечаю Знакомый серп Отточенной косы Я перетру Серебряный ошейник И золотую цепь Перегрызу Перемахну забор Ворвусь в репейник Порву бока И выбегу В грозу Как вы А где твои 17 лет На большом каретном А где твои 70 лет На большом каретном А где На большом каретном А где тебя сегодня нет На большом каретно Помнишь ли, товарищ Этот дом Нет, не забываешь Ты о нем, да я скажу, что тот пол жизни потерял Кто в Большом Каретном не бывал Еще бы ведь, где твои семнадцать лет? На Большом Каретном А где твои семнадцать лет? На Большом Каретном А где твой черный пистолет? На Большом Каретном А где тебя сегодня нет? На Большом Каретном переименован Он теперь, стало все по-новой там Верь, не верь, и все же, где б ты ни был И где ты не придешь, нет-нет, да по-каретному пройдешь Еще бы ведь, где твои семнадцать лет? На большом каретном, а где твои семнадцать лет? На большом каретном, а где твой черный пистолет? На большом каретном, а где тебя сегодня нет? На Большом Каретном, а где твои семнадцать лет? На Большом Каретном, а где мои семнадцать лет? На Большом Каретном, а где твой чёрный пистолет? На Большом Каретном, а где тебя сегодня нет? 25 июля 1980 года в Москве На улице Малая Грузинская В четыре часа утра остановилось сердце Владимира Высоцкого Остановились навсегда, дрогнув стрелками И старинные настенные часы Но наши часы продолжали идти И мы знали, чьи удары сердца подгоняли их Когда страх останавливал время И когда холёные дяди говорят нам о том Что перемены, называемые перестройкой, начались сверху Мы смеёмся у себя внизу И хотели бы этих дяденек спросить А Высоцкий, а Шукшин, а Сахаров С ним они ничего не смогли сделать Но самое поразительное в том Что и с нами они ничего не смогли сделать И хотя он хрипел, а мы молчали В нас уже было несколько единиц Высоцкого Потому что он был величиной энергетической Час зачатия я помню не точно Значит, память моя однобока Но зачат я был ночью порочным И явился на свет не до срока Я рождался ни в муках, ни в злобе Девять месяцев — это не лет Первый срок отбывал я в утробе Ничего там хорошего нет Спасибо вам, святители, что плюнули, так думали Что вдруг мои родители зачат меня задумали В те времена укромный, теперь почти блинный Когда срока огромный, прилив этап длинный Их брали в ночь зачатия, а многих даже ранние А вот живет же братья, маячная компания Ходу дубушки резвые ходу Слово строченьки, милые слова Первый раз получил я свободу По указу от тридцать восьмого Знать бы мне, кто так долго мурыжил Отыгрался бы на подлеце Но родился и жил я и выжил Дом на первой, мещанской, в конце Там за стеной, за стеночкой, за перегородочкой Соседушка с соседочкой баловались водочкой Все жили в ровень скромно, так система коридорная На тридцать восемь комнаток всего одна уборная Там на зуб-зуб не попадал, не грела телогречка Там я доподлинно узнал, почем она копеечка Не боялась сирены соседка И привыкла к ней мать понемногу И плевал я здоровый трехлетка На воздушную эту тревогу Да не все то, что сверху от Бога И народ зажигал, кетушил И как малая фронту подмога Мой песок и дырявый кувшин И било солнце в три луча сквозь дыры крыш просеял На Ивдоким Кирилловича и Гинсю Моисеевну Она ему, как сыновья, до бель звести пропавшей Ах, Гинска мы одна семья Мы тоже пострадавшие, мы тоже пострадавшие А значит, обрусевшие Мои безвести павшие Твои безвинно севшие Я ушел от пеленок и сосок Поживал, не забыл, не заброшен Но дразнили меня не до носок Хоть и был я нормально доношен Маскировку пытался срывать я Пленных гонят, чего ж мы дрожим Возвращались отцы наши братья По домам, по своим, да чужим У тети зимней кофточка с драконами да смей Тупо по бабочкам Отец пришел с трофеями Трофейная Япония, трофейная Германия Пришла страна Лимония, страшное чемодание Взял отца на станции погоны словно цацкие А из эвакуации долбой валили штатские Осмотрелись они, оклемались Похмелились, потом протрезвели И отплакали те, что дождались Не дождавшиеся отревели Стал метро рыть отец Виткин с Генкой Мы спросили, зачем, а он в ответ Мол, коридоры кончаются стенкой А тоннели выводят на свет Пророчество Папашина не слушал Витка с коричем из коридора нашего В тюремный коридор ушел Да он всегда был спорщиком Прикрутки не откажется Прошел он коридорчиком И кончил стенкой, кажется Да отцов свои умы, а что-то нас касательно На жизнь засматривались мы Уже самостоятельно Все от нас, да почти годовалых Толковище вели, да кровянки А в подвалах и полуподвалах Ребятишкам хотелось под танки Не досталось им даже попули Время слухи живи, да тужи Не дерзнуть, не рискнуть Но рискнули Из напильников делать ножи А они воткнутся в легкие От никотина черные По рукоятке легкие Трехцветные, наборные Вели дело обменные Сопливые острожники На стройке немцы пленные Нахлег меняли ножики Сперва играли фантики В тресменах с крохоборами А вот ушли романтики Из-под воротин ворами Было время И были подвалы Было надо И цены снижали И текли куда надо Каналы И в конце куда надо В подалы Дети бывших старшин До майоров До ледовых шрот Поднялись Потому что Из тех коридоров Увысь под ручки Им было чем вниз Часто я смотрю на звезды И улыбаюсь от мысли Что среди этого множества планет В огромной галактике Блуждает маленькая светящаяся точка И это Вечно живое небесное тело Связано с именем моего мужа Марина Влади Владимир Или прерванный полет Я все вопросы освещу сполна Дам любопытству удовлетворение Да, у меня француженка жена Но русского она происхождения Нет, у меня сейчас Любовниц нет А будут ли? Пока что не намерен Не пью примерно около Двух лет Запью ли вновь? Не знаю, не уверен Да нет, живу не возле сокола В Париж пока что не проник Да что все вокруг да около Да спрашивайте напрямик Я все вопросы освещу сполна Как на духу попу Весповедальней В блокноты ваши капает слюна Вопросы будут, видимо, о спальне Да, так и есть Воду густо покраснел Воду густо покраснел Интервьюэр И снизу лёд Вернусь к тебе Как корабли из песни Все помня Даже старые стихи Мне меньше полувека Сорок с лишним Сорок с лишним я жив Двенадцать лет тобой И Господом храним Мне есть, что спеть Представ перед Всевышним Мне есть, чем оправдаться Перед ним Ты читал мне эти стихи Всего один раз Они отпечатались у меня в памяти В ночной тишине Я часто закрываю глаза И словно прокручиваю фильм Наш Последний разговор Я завязал У меня билеты Виза на двадцать девятая Скажи, ты ещё Примешь меня? Приезжай Ты же знаешь Я всегда тебя жду Спасибо Любимая моя Как часто я слышала Эти слова раньше Как долго ты не повторял их мне И вот однажды Ища на чём бы записать Номер телефона Я случайно натыкаюсь На твоё Последнее письмо Дата Не проставлена Но я знаю Оно было написано До пятнадцатого июня Мариночка Любимая моя Я тону в неизвестности У меня впечатление Что я смогу найти выход Несмотря на то Что я сейчас нахожусь В каком-то слабом И неустойчивом периоде Может быть Мне нужна будет Обстановка В которой я чувствовал бы себя Полезным Необходимым Не больным А главное Я хочу Чтобы ты оставила мне надежду И чтобы не принимала Это За разрыв Ты единственная Благодаря кому Я снова смогу Встать на ноги А потом мы Поговорим И будем жить Счастливо Еще раз Я люблю тебя И не хочу Чтобы тебе Было плохо Ты Б Высоцкий А вот подпись ты Ну которую мы Использовали В нашей переписке Она появилась Как раз после того Как мы однажды Услышали одну Красивую Индийскую легенду По бычью Невеста После свадьбы Закрывается В новом доме Спускается Ночь Жених Стучит в дверь А невеста Его спрашивает Кто там А он ей отвечает Это я А невеста Не хочет Открывать И вот так Проходит Несколько дней И ночей Наконец Снова Спускается Ночь Жених Стучит в дверь Невеста Его спрашивает Кто там А он ей Отвечает Это ты Она Открывает Ему дверь И свое Сердце И вы встречные И поперечные Тараканы И сверчки Запечные И народ А драхва Подбитая Русь Нечесанная Русь Невытая Вы послушайте Нововольный сказ Нововольный сказ Про житье у нас Для тебя я Русь Эти сказы спел Потому что был И правдив И смел Был нас так Слагать Эти причины Не боясь Ничьей Зуботычины Это 67-й год Я приехала в Москву На кинофестиваль И друзья Пригласили меня В театр На Таганке Посмотреть Репетицию Пугачева Пообещав Что я смогу Увидеть Самого Замечательного Исполнителя Некоего Владимира Высоцкого Что ты Смерть Или Сцеление Ковекам Проведите Проведите Меня К нему Я хочу Видеть Этого Человека Я Три дня И три ночи Искал Ваш улет Тучи Севера Сыпали Каменной Грудой Слава Ему Пусть он Даже Не Петр Черн Его любит На войсках И удаля Крикняет Три ночи Служдал По тропам Солонцы Рыл Глазами Удачу Ветер Волосы Мои Как Солон Утрепал И цепами Дождя Обплачивал Но Озлобленное Сердце Никогда Не заблудится Эту голову Шею Шепить Нелегко Ориенбургская Заря Красношерстной Верблюдицей Рассветное Роняло Мне в рот Молоко И холодное Корявое Вывя Сквозь тьму Прижимал Я как хлеб К истощенным Векам Проведите Проведите Меня К нему Я хочу Видеть Этого Человека Проведите Проведите Меня К нему Я хочу Видеть Этого Человека На сцене Неистово Кричит И бьется Полураздетый Человек От пояса До плеч Он обмотан Цепями Ощущение Страшное Сцена Наклонена Под углом К полу И цепи Которые Держат Четыре Человека Не только Сковывают Пленника Но и не дают Ему Упасть Где он Где Неужели Его нет Тяжелее Чем Камни Я нес Мою душу Ах Давно Знать Забыли В этой Стране Протчаянного Негодяя И жулика Хлопушу Смейся Человек Ваш Хамурыстан Посылаются Замечательные Разведчики Был я Каторжник И арестант Был убийца И фальшивомонетчик Но всегда Ви Всегда Ви Рано Ли Позна Ли Расставляет Расплаты Капканы Терни Заковали В колодки И вырвали Ноздри Сыну Крестьянина Тверской Губернии Десять Лет Понимаешь Ли Ты Десять Лет То Острожничал Я То Продяжил Это теплое Мясо Носил Скелет На общинку Как пух лебяжий Черт Эль С того Что Хотелось Мне жить Что Жестокость Из сердца Устало Хмуриться Ах Дорогой Мой Для помещика Мужик Все равно Что овца Что курица Ежедневно Валясь На заре Желтый Дроп Кандалы Я сосал Голубыми руками Вдруг Три ночи Назад Губернатор Рейнсдор Как Зорвавшийся Лист Взлетел Ко мне В камеру Слушай Катаршник Как он Сказал Лишь тебе Одному Поверю я Там В ковыльных Просторах Ревет гроза От которой Дрожит Вся империя Там Какой-то Пройдоха Дрожит Серебря Дрожит Характер К нам К нам Направляется Невысокий Плохо Одетый Молодой Человек И Не стесняет Дрожит Дрожит Ты Чуть-чуть Дрожит Пусть пробуют Они Я Луч Пережду Кто Раньше С Не Был И Тот Кто Будет После Пусть Пробуют Они Я Луч Пережду И И Вот Постепенно Я Начинаю Понимать Смысл Юмор Твоих Песен Меня Поражает Твоя Сила Твой Голос Твой Крик А еще То Что Ты Сидишь У моих Ног И Поешь Для меня Одной Здесь Лапы Уель Дрожат На весу Здесь Птицы Щебечут Тревожно Живешь В заколдованном Диком Лесу Откуда Уйти Невозможно Пусть Черемуха Сохнет Бельем На ветру Пусть Дождем Опадают Сирени Все равно Я Отсюда Тебя Заберу Во дворец Где Грают Свирели Твой Мир Голдунами На Тысячи Лет Укрыт От меня Я Цвета Пусть Не думаешь Ты Что Прекраснее Нет Чем Лес Заколдованный Этон Пусть Пусть Не будет На листьях Росы Поутру Пусть Луна С небом Пасмурным В ссоре Все равно Я Отсюда Тебя Заберу В светлый терем С балконом На море В какой День Недели В котором Часу Ты Выйдешь Ко мне Осторожней Когда Я Тебя На руках Несу Туда Где Найти Невозможно Украду Если Кража Тебе По Душе Зря Я Столько Сил Разбазарю Соглашайся Хотя Бы На Рай В Шалаше Если День С Дворцом Кто-то Занял Соглашайся Хотя Бы На Рай В Шалаше Если День С Дворцом Кто-то Занял Ты Объясняешь Мне Что Театр Это Твоё Ремесло А Поэзия Твоя Страсть И Вот Тут же Безо Всякого Перехода Ты Говоришь Что Давно Любишь Меня Люблю Тебя Сейчас Не Тайна А Показ Не После Не До В Лучах Твоих Сгораю Навзрыт Или Смеясь Но Я Люблю Сейчас А В Прошлом Не Хочу А В Будущем Не Знаю В Прошедшем Я Люблю Печаль Не Могил Все Нежное Во мне Без Крылит И Стреножит Хотя Поэтов Говорю Я Вас Люблю Любовь Еще Быть Может Так Говорят О Брошен Нам Отсвет Шем И В этом Жалость Есть И Снисходительность Как К Свергнутому Строна Королю Есть В этом Сожаление Обушедшем Стремление Где Утерена Стремительность И Как Бы Недоверие К Я Люблю Люблю Тебя Теперь Без Обещаний Верь Мой Век Стоит Сейчас Я Вен Не Перережу Во Время В Продолжение Теперь Я Прошлым Не Дышу И Будущим Не Грежу Приду И в Брод И Вплав К Тебе Хотя Без Глав С Цепями На Ногах И С Гирями Попуду Ты Только По Ошибки Не Застав Что После Я Люблю Добавил Я И Буду Есть В Этом Буду Горечь Как Ни Странно Подделанная Подпись Червоточина И Лаз Для Отступления Про Запас Бесцветный Яд На Самом Дне Стакана И Как Б Настоящему Пощечина Сомнение В Том Что Я Люблю Сейчас Смотрю Французский Сон С Обилием Ремен Где В будущем Не так И В прошлом По-другому К Позорному Столбу Я Пригвожден К Барьеру Вызван Я Языковому Ах Разность В языках Неположение Крах Но Выход Мы Вдвоем Поищем И Обрящим Люблю Тебя И В сложных Временах И В будущем И В прошлом Настоящем Конечно Как Актрисе Мне Приходилось Раньше Слышать Подобные Неуместные Признания Но Твоими Словами Я была По-настоящему Взволнована Правда Сначала Я Смеюсь А потом Уже Совершенно Серьезно Говорю Что Ты Необыкновенный Человек Что С тобой Очень интересно Общаться Но Я-то Приехала В Москву Всего На несколько Дней У меня Очень Трудная Жизнь Работа Требующая Требующая Полной Отдачи Трое Детей И Потом Москва Так Далеко От Парижа А ты Говоришь Что У тебя Тоже Семья Дети Работа Слава Но Вот Все Это Не Помешает Мне Стать Твоей Женой И Ошарашенный Таким Нахальством Я соглашаюсь Увидеться С тобой Завтра Если я богат Как царь морской Крикни только мне Лови блесну Мир подводный И надводный свой Не задумываясь Выплесну Дом хрустальный На горе Для нее Сам Как пес Так и Рос В цветы Родники Мои Серебряные Золотые Мои Рос Цветы Родники Мои Серебряные Золотые Мои Рос Цветы Если Беден я Как пес Один И В дому Моем Шаром Кати Моем Моем Золотые Мои Рос Цветы Не сравнил бы Я любуюсь Тобой Хоть казни меня Расстреливай Посмотри Как я любуюсь Тобой Как Мадонной Рапаэль Войн Дом хрустальный На горе Для нее Сам Как пес Так Рос В цепи Родники Мои Серебряные Золотые Мои Рос Цветы Родники Мои Серебряные Золотые Мои Рос Цветы Редактор субтитров Корректор субтитров Рассказываешь, что я-то в тебя не влюблена Не важно Говоришь ты Я сумею тебе понравиться Вот увидишь И рассказываешь, что однажды Как и все Ты посмотрел фильм «Колдунья» И когда я в 65-м приезжала в Москву на кинофестиваль Ты тщетно пытался встретить меня По нескольку раз в день Ты ходил в кинотеатр смотреть «Хронику» Чтобы хотя бы на экране увидеть меня Ну, короче, ты влюблен давно Но никогда не мог себе представить Что увидишь меня живьем И вот так близко Из всего этого ты делаешь вывод Что теперь я наверняка стану твоей женой Мне каждый вечер сожигают свечи И образ твой окутывает дым И не хочу я знать, что время лечит Что все проходит вместе с ним Теперь я не избавлюсь от покоя Ведь все, что было на душе На год вперед Не ведая, она взяла с собой Сначала в порт, а после в самолет Мне каждый вечер зажигают свечи И образ твой окутывает дым И не хочу я знать, что время лечит Что все проходит вместе с ним Да, проходит время Заканчивается кинофестиваль И я возвращаюсь в Париж Сначала я получаю нежное письмо из Москвы А вот потом, да, как раз тогда Когда я сижу и размышляю над тем, что же со мной происходит И почему мне так тоскливо Телефонный звонок Прерывает мои невеселые росты Протопи ты мне баньку, хозяюшка Расколю я себя, распалю Я слышу теплый певрот твоего голоса Русский язык, напоминающий мне об отце Которого я обожала И вот от всего от этого у меня гом в горле После разговора я кладу трубку и долго реву Ты влюблена, моя девочка, говорит мама А я, а я говорю, просто устала, много работы А вот у меня душа Я понимаю, что она права Я жду, не дождусь встречи с тобой И я приледу в Москву Правда, увидимся мы не сразу Мне сказали, что ты на съемках в Сибири Будешь только через полгода Но в назначенный срок ты приезжаешь И мы едем в уединенное место На берег реки Где ты поешь мне песни, которые привез из Сибири И одна из них О людях, сидевших в сталинских лагерях Страшная песня И в ней впервые упоминается мое домашнее имя Продави ты мне баньку, хозяюшка Раскалю я себя Распалю На полоке У самого краюшка Я сомненья в себе Истреблю Разомлю я До неприличности Ковш холодный И все позади И наколка Времен культа личности Засинее На левой груди Продави ты мне баньку По белому И от белого свету отвык Угорю я И мне Угорелому Пар горячий Разбежет Язык Сколько веры И лесу повалено Сколь изведано Горе и трасс А на левой груди Профиль Сталина А на правой Марин-канвас Эх, за веру мою Беззаветную Столько лет Отдыхал я в раю Променял я На жизнь Безпросветную Несусветную Глупость Продави ты мне Баньку По белому И от белого Свету Отвык Угорю я И мне Угорелому Пар горячий Разбежет Язык Вспоминаю Как утречком Раненько Брату крикнуть успел Пособи И меня Два красивых Охранника Повезли Из Сибири Из Сибири А потом На карьере Ни втопили Наглотавшись Слезы Из сердца Ближе к сердцу Кололи мы Профиль Чтоб он слышал Как рвутся Продави ты мне Баньку По белому И от белого Свету Отвык Угорю я И мне Угорелому Пар горячий Разбежет Язык Огнобит От рассказа До тошного Пар мне Высли Прогнал А туман Из тумана Холодного Окунаюсь В горячий Туман Застучали Мне мысли Под девичком Получилось Ядрелим Климен И хлещу Я Березовым Венечком По наследию Мрачных Времен Продави ты Мне Баньку По белому Ядрелому Ядрелого Свету Отвык Угорю я И мне Угорелому Бар горячий Разбежет Язык Протопи 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 Бар горячий Ядрелый 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 Ядрелий Но в Москве, в этой гостинице, пускай только иностранцы, пожители других городов, подобных родов никого не уберет. Идет, и дома, ищет, и просветка. Друзья молча обнимают нас и уходят, и вот закрыть за ними дверь, я оборачиваюсь к двери. В луче света, идущий с кухни, я вижу твои лица, и дрожишь. Ты шепчешь с небом, и ты только в мире не в городе, брат. Я протягиваю к тебе руки и слышу обрывки фразы, а тогда мы на всю жизнь, мы в городе живем. Когда вода всеверного потопа вернулась вновь к границе берегов, Из педы уродящего потока на сушу тихо выбралась любовь. И растворилась в воздухе до срока, а срока было сорок за роком. Целую ночь нам не хватило, чтобы до конца понять глубину нашего чувства. Долгие месяцы заигрываний, лукавых взглядов, ухаживаний, Мы или как бы прелюдией к чему-то, и смирим их дольше. Мы тонем в бесконечном пространстве, где нет ничего, кроме любви. И же дыхание стихает на мир, чтобы смириться в долгой жалобе, Вырвавшейся на волю их пути. Там по тридцать лет у нас большой жизненный опыт, Несколько жен, мужей, пятеро сыновей на двоих, Профессиональные удачи, неудачи, взлеты, падения, слава. А мы как дети, очарованы друг другом, как дети, Впервые познающие любовь. И что, никогда не вычеркнет из памяти эти первые минуты Бесконечной близости, от вести, отныне и вовеке. Бесконечной близости, отныне и вовеке. Бесконечной близости, отныне и вовеке. Пусть поют во сне и наяву, Я дышу, и, значит, я люблю. Я люблю, и, значит, я живу. Десять лет у нас был Анна Михайловна, Люся, нежный голосок, обладательницу которого я увидела лишь много лет спустя. А все началось с нашей первой ссоры. Застегнув чему дали, я уехала из Москвы после долгого и продолжительного периода твоего спиртового безземья. Конечно, терпения в том времени у меня было и так много, и смертельно устало. И знаю еще никакого средства, чтобы заставить себя прекратить весь этот кошмар, я сбежала, оставил я просто нищий. Конечно, это было наивным, потому что к тому времени я недавно стала твоей законной женой. И вот свидетельство о браке, по твоему мнению, обязывало меня терпеть все твои выходы, и я ушла в работу. Это единственное известное мне отвлекающее средство. И вот уже несколько недель я в Риме. Там вдруг однажды у меня подходит телефон прямо в парикмахерской. Звонят из-за границы. Я пугаюсь, думаю о детях, вероятно случилось что-то серьезное. Вас вызывает Москва, спрашивают Высоцкий. Пожалуйста, мне только смазать, ау, ау, и слышу твой голос. Риме, наконец-то я нашел тебя, мы нашли тебя. Спасибо, мои дорогие телефонисточки. Благодаря Вам я нашел мою жену. Необходимо, чтобы ты вернулась, потому что ты одна можешь мне помочь. Ну скажите, я правильно говорю. Я слышу чьи-то смешки, накладывающиеся на твой голос. Ну расскажите ей, что вы сделали, чтобы отыскать ее. И, дожидаясь от этой телефонисток, ты сам начинаешь рассказ, что сначала вы обзвонили все гостиницы Рима, пока не нашли ту, в которой я остановилась. В номере меня не было, сказали в парикмахерской. Оставалось только узнать, какой, ну а за это дело не встало. Вы позвонили в несколько, и вот... Вот по твоему возбужденному доме я чувствую, что ты не совсем в порядке. И прямо говорю тебе об этом. Но прежде чем ты успеваешь оправдаться, вешивается все тот же звон по голосу. И спокойно, он же несколько дней разыскивает вас. Он больше не пьет, просто он очень-очень счастлив. Девушка, милая, как вас звать дома? Семьдесят вторая, жду дыхание затаять. Да быть не может, повторите, я уверен дома. Ну вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Эта ночь для меня вне закона. Я не сплю, я прошу поскорей. Почему мне в кредит по талону предлагают любимых людей? Девушка, милая, семьдесят вторая, Да не могу дождаться, ни терпенья не таять. Да где он у Селидии? Я завтра улетаю. Ну вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Телефон для меня, как икона, Телефонная книга, дриптик. Стала телефонистка Мадонны, Расстояние на миг сократив. Девушка, милая, я прошу продлить. Вы теперь, как ангел, не сходите с алтаря. Да самое главное, впереди, поймите. Ну вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Что, опять повреждения на трассе? Что реле там с ячейкой шалят? Не плевать, буду ждать, я согласен. Начинать каждый вечер с нуля. Ноль семь, здравствуйте, снова я дома. Нет, уже не нужно, нужен город Магадан. Да не даю вам слова, что звонить не буду снова. Просто друг один узнал, как он ведь не агатан. Эта ночь для меня вне закона. Ночи все у меня не для сна. А усну, не приснится Мадонна. На кого-то похожа она. Девушка, милая, снова я дома. Не могу дождаться, и часы мои стоят. Да меня, конечно, да я, конечно, дома. Вызывай, отвечай. Ну здравствуй, это я. Мы многим обязаны этой женщине. Потому что, живя в разлуке по нескольку месяцев в году, мы должны были бы, если бы не она, ждать письма. Письма, которые так долго идут, что постепенно превращаются в разговор глухими. Ну или вот часами сидеть и ждать маловероятного телефонного разговора. А в ней, ей удавалось соединить нас часто не только проводом, но и прямым вмешательством. Сколько раз слышу, как я кричу от бешенства, она говорила мне, успокойтесь, подумайте, это не так важно. Я вызову вас через час. Сколько раз, выполняя функции контролера международных переговоров, она прерывала твой нечленораздельный монолог, сказав только, я разъединяю, мы позвоним завтра, когда будем лучше себя чувствовать. Сколько раз, когда я выйдет через систему, разыскивала тебя, и мне, наконец-то, удавалось соединиться с нашим доброй знакомой. Уже через несколько минут я знала, где ты, как тебя найти, привезти домой. Но самое главное, мы обязаны быть тем, что на протяжении всей нашей жизни мы имели возможность разговаривать каждый день, столько, сколько хотела. И я знала, что могу связаться с тобой из любви в павильоне, из Нью-Йорка, из Захим, или откуда угодно, где бы я ни была. Она, она была той тонкой нитью, которую связывали с тобой в горе и в радость до самого последнего разговора. Ее лицо, опухшее от слезы, я увидела только тогда, когда ее вмешательство уже не могло мне помочь отыскать друг друга. Эта ночь набьет незаконно, ночи все у меня видно слабо, а усы не прислится в огонь, таково похоже на огонь. Девушка, нет, снова я в дом, я не могу дождаться, и часы мои стоят. Да я, конечно, да я, конечно, дома вызываю, отвечаю. Песня не все. Эта песня о лесах. Снизу и сверху мою свежку Пробить ли вверх, ли пробурать вниз. Конечно, всплыть и не терять надежду, а там задело в ожидании вис. Лед надо мною отломись и тресни, я весь впотую, как пахарь от Сахима. Вернусь к тебе, как корабли из песни. Все помню, даже старые стихи. Не меньше полувека, сорок с лишним. Я жив двенадцать лет тобой и Господом хранил. Не есть, что спеть, представь перед Всевышним. не есть, чем оправдаться при ней. Ты читал мне эти стихи всего один раз. Марина, отпечатывайся мне так. В ночной тишине я часто закрываю глаза и словно прокручу меня. И наш последний разговор я завязала. у меня билет и визу не двадцать девятую, и я вам скажу. Ты еще принесла. Ты еще принесла. Ты же знала. Я всегда тебе могу. Я всегда верну. Любимая моя. Я первенастить на славу. В нескольки дней я по-настоящему счастлива. Я готовлю целую программу, как встретить тебя, обогреть, отвлечь. Я покупаю продукты, приношу цветы и прихорашиваюсь. 25 июля просыпаюсь в 4 утра. Все в поту. Нажигаю свет, сажусь и кровати. На подушке красный свет. Ярым дави на доме до конора. Я долго ее открываю, смотрю на подушку. Вот это пятно, как будто заполдовало в нее. И вот так проходит давление в неговремя. А так взборит в себе поле. Я почти не верю, что услышал мне твой голос. Володя, Даня. Вот так все. Я дам короткое слово, сказанное незнакомым голосом. Я предоедуя тебе. Тебе не удалось разбить это. В комнате завешанными окнами лежит твое тело. Садят черный свитер, черные брюки. Волосы зачесаны назад. Вот так. Вот открыто. Лицо застело внебреженым, почти сердце угрожало. Лицо застело внебреженым. Лицо застело внебреженым. Лицо застело внебреженым. Лицо застело внебреженым. Щедрости, таланты. Почему это тело такое послушное, отвечающее каждой мышце любому из твоих желаний, лежит неподвижно? Где твой голос, мистовство которого потрясало толпу? Как и ты. Я знаю, что все заканчивается с последней сыгры. Что не больше, и когда не видит. Я провожу это последнюю ночь. Сидит я вдовольна, отразившись по словам. Будущее для тебя кончилось. Последнюю ночь. Я блогу. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok